всем здравствуйте сегодня мы продолжаем разбор импортирования инструментов solid cam 2021 меня зовут константин и сегодня мы будем импортировать токарную державку без пластины почему без пластины я вам расскажу позже мне кажется этот вариант самый лучший когда мы импортируем только державку опять же есть два варианта я вам покажу все два варианта ну и рассмотрим какой вариант лучше какой хуже итак у меня есть токарная державка левая пластину мне нужно скрыть и вот так в таком виде я буду импортировать токарную держав для начала я вам опять же советую пользоваться системами координат которые приняты именно в solid cam для этого мы зайдем в toolkit допустим инструментальные сборки я сделаю наружнее точение державку у меня левая я переделаю на левостороннюю обработку и посмотрю что у меня здесь есть как мы видим первая наша вот эта система координат это системы координат державки как мы видим направление оси y вверх z ну давайте будем считать вот так куда в левую сторону и y направлено по оси державки x давайте мы это запомним и теперь нам нужно здесь же установить также систему координат я выделяю поверхность жму на эскиз эскиз я ставлю в виде точки вот в таком виде выхожу из эскиза и теперь устанавливаю систему координат как мы помним да у нас ось x направлена в эту сторону правую ось y вверх и оси x перпендикулярно оси x я принимаю еще раз я проверю вот вот моя система координат относительно которой мне нужно будет сохранить мою державку что нам здесь еще понадобится нам понадобится эскиз в виде точки вот на вот этой поверхности где у нас лежит пластины я также делаю эскиз ставлю здесь точку и давайте я сразу сделаю на на этой же поверхности эскиз так как я вам говорил что я вам покажу два варианта именно тот эскиз который я сейчас буду делать он будет использоваться во втором варианте я начерчу скажем так выделю место где у меня лежит пластины я вам потом все объясню для чего я это делаю я сделал эскиз и теперь еще проведу линию по диагонали вот ну и давайте рассмотрим первый вариант итак у меня есть я выхожу из эскиза у меня есть система координат 1 относительно которой я ее должен эту державку сохранить в стл я делаю файл сохранить как стрель давайте я ее назову таким способом и обязательно проверяю активную систему координат мне нужно выбрать систему координат 1 говорю окей говорю сохранить державка у меня сохранена как стл теперь теперь что мне нужно сделать мне нужно измерить расстояние от системы координат до вот этой точки которую я поставил как мы видим давайте я их сохраню они у меня здесь это я закрою и начну и начну ее собирать ну я думаю давайте инструментальной сборки я перенесу резец сразу здесь поставлю левая и тип формы данные параметры поставлю 3d модель выбираю державку ну вот она моя державка здесь я естественно в крепление где крепится моя полосина ставлю 0 мне вот в первые верхние три поля x и y set мне нужно внести мои вот эти числа то есть x у меня 144 0 2 то есть x у меня будет с минусом минус 144 0 2 минус 144 0 2 y у меня будет со знаком плюс 2173 и z24 и z24 91 со знаком минус вот у меня пластина давайте сразу мы пластину стандартная пластина здесь цена c ng c ng 120 0 4 0 4 и теперь мне опять же здесь нужно повернуть относительно оси y на 45 градусов по моему минус 45 до минус 45 но обратите внимание на что у меня вот эта поверхность где лежит пластина она под каким-то углом давайте я это пока сохранил закрою как нам узнать этот ухо да я вам опять же напоминаю что я сейчас вам показываю первый вариант он я считаю что он не такой точный вот я измеряю угол этой поверхности относительно прямого участка 17155 градусов то есть мне нужно из 180 градусов вычесть 17155 это будет 845 то есть я тогда опять же опять же я теперь здесь относительно оси rz ношу 845 и смотрю что у меня получилось у меня пластина легла почему мы не импортируем пластину в 3d потому что как вы сами понимаете да у меня радиус пластины может быть и 0,8 и 1,2 и 0,2 0,2 миллиметра также у меня может быть пластина не c nmg а какой-то аналог другой то есть здесь таким способом мы можем создать абсолютно любую пластину которая подходит именно к этой державке если бы мы задавали 3 пластину в виде 3d модели то не поменять радиус ни какие-то другие параметры мы бы не смогли то есть именно вот 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 таким способом у нас получается универсальность пластины теперь давайте рассмотрим другой вариант другой вариант основывается на на создании второй системы координат мы создаем вторую систему координат это будет у нас эта точка ось y у нас будет перпендикулярно направлению поверхности где у нас ложится пластина и ось x у нас должна быть параллельно вот этой линии я нарисовал эскиз так что я щелкаю на эту линию но ось x у меня должна глядеть в другую сторону то есть я здесь делаю реверс вот в таком виде у меня получилась система координат теперь смотрите этот способ очень точный я я выбираю две системы координат и также кто пользуется solid cam можете скачать solid cam утилиты и поставить их к себе на компьютер они бесплатные скачиваются с официального сайта solid cam и здесь есть в solid cam утилитах матрица системы координат я нажимаю на этот пункт и обращаю ваше внимание что главная система координат координат всегда должна быть системы координат державки а скажем так ну здесь slave это переводится как ну как рабская да но мы подразумяем что это вспомогательная система координат здесь должна всегда быть система координат 2 и у нас есть такие опять же цифры я их скопирую вот и теперь уже вот эти shift x shift y shift z я буду ставить верхние три поля а rx ry rz я буду ставить в свои нижние поля проверяем да что у нас получилось shift x 144 0 2 144 0 2 правильно shift y 21 729 я здесь ставлю 21 729 shift z минус 24 911 минус 24 911 rx у меня 0 rx минус 45 и rz 8458 я их ввел и получил тот же самый результат но уже гораздо более точнее точнее ну и собственно говоря теперь вы это можете все сохранить этот же принцип действует и на расточные державки то есть такой же принцип и на расточные абсолютно разные проходные пластина ромб пластина 55 градусов 35 градусов треугольная везде такой же принцип так что пользуйтесь ставьте лайки и опять же да напишите в комментариях если кто знает как средствами solidworks получить вот все то же самое с утилитами solidкам а буду признателен потому что честно говоря в solidworks я не так силен и если можно средствами solidworks найти размеры между двумя системами координат и если это кто то знает буду очень вам признателен все до свидания пользуйтесь спасибо за внимание спасибо 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 Продолжение следует...